Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы будем печь шарлотку. Наверное, самый классический пирог в мире. Ну, хотя... По классике шарлотка готовится вообще из черствого белого хлеба. И... Ну, в общем, она больше, наверное, по своей идеологии, похожа на что-то из рецептуры кухни Великой Депрессии. Ну, или на... Не знаю, как это по-русски, по-немецки. Это блюдо называется армориттер, только еще из фрукта. Ну, в общем, про армориттер как-нибудь потом. Сегодня мы будем готовить классический советский вариант шарлотки, то есть шарлотку с яблоками на заливном тесте. Я Олаф. Олаф жжет. Я хорошо готовлю. Олаф жжет. Я готовлю вкусно и просто. И я готовлю просто вкусно, потому что я люблю поесть. Олаф жжет. Олаф жжет. Если почитать Википедию... Нет, мне не смешно уже. Я это уже раз прочел. Ну, я сейчас для вас еще. Шарлотка. От французского Шарлотты. Сладкий десерт из яблок, запеченных в тесте. Ну, пока претензий никаких. Классическая шарлотка – это немецкое сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц Артема Потапова. То есть жестокие боги, приговорившие Прометея за то, что он отдал огонь людям к тому, что у него каждый день будут выклевывать печень, они были совсем не такие злые и жестокие, как те, которые... Вы же понимаете, Артему каждый раз, когда готовится шарлотка, отрезают... Ну, видимо, без его яиц вкус у этого пирога совсем не тот. Ладно, слава богу, мы будем с вами делать... Обойдемся без его яиц. Итак, берем яблоки. Яблоки лучше взять... Сочные яблоки лучше взять кисло-сладкие. Так вкуснее. Режем их, удаляем сердцевинки и нарезаем. Можно почистить, можно не чистить. В зависимости от того, насколько у вас твердая корочка, в зависимости от того, как вы режете. То есть, например, если вы режете тонкими дольками, соответственно, корочка не сильно обращает на себя внимание. Если вы режете кубиками, то площадь ее достаточно большая и она может. Еще очень сильно зависит от того, что вы хотите получить в итоге. То есть, если вы пропекаете пирог до того состояния, когда внутри яблоки уже полностью сварились, стушились, испеклись, не знаю, то есть, стали мягкими, полностью мягкими, тогда, конечно, лучше яблоко почистить. Если вы готовите так, что яблоко у вас еще, ну, есть не хрустящее, но еще и не полностью размягшее, тогда здесь корочка будет совершенно уместна и можно ее не чистить. Теперь начинаем готовить тесто. Но перед этим не забываем включить на разогрев духовку, потому что тесто мы приготовим очень быстро и потому что нам это надо все сделать быстро, потому что если яблоки у нас все-таки с кислинкой, то они достаточно быстро начнут коричневить. А хоть это и никак не скажется на вкусе, но это будет не совсем красиво. Ну и, собственно говоря, что время-то тянуть, а? Олаф жат. Дальше опять идут какие-то странные классические рецепты из интернета. Мне вообще кажется, что там кто-то когда-то один написал, а остальные все почему-то его как-то пытаются переписать. Ну, я даже не знаю для чего. В большинстве этих странных рецептов идет соотношение. Один стакан муки и один стакан сахара. Сразу скажу, даже для сладкоежек это будет очень много. То есть, вы попробуйте полстакана сахара налить чаю. Ну, понимаете, да? Или это по классике. Вам сколько сахара? 19 ложек, но не размешивайте. Не люблю сладкого. То есть, я, конечно, немножко сгущаю, потому что у нас там будут еще и яйца, и будут еще и яблоки, но поверьте, все равно это соотношение, это очень сладко. Мне, в принципе, вообще непонятно, почему вот здесь вот хоть чем-то надо мерить. Никто не мешает вам попробовать готовое продукт, готовое тесто. То есть, если оно вам покажется недослачно сладким, всегда можно добавить сахара. Ну, и количество муки тоже. Почему я... Давайте сделаем проще. Берем 5-6 яиц, взбиваем их с сахаром. Опять же, по многим рецептам для чего-то идет отделение белка от желтка, взбивание желтка в крутую пену, потом и много-много всяких странных танцев. Для чего? То есть, все эти пузырьки, все эти бурбашки, которые даст нам крутая пена желтка, они здесь, а, совершенно не нужны, потому что наздреватость теста в данном изделии определяется вообще другим. Во-вторых, пока мы будем готовить тесто, вся эта наздреватость уйдет. То есть, мы же не безе готовим. Для чего? Итак, взбиваем яйца с сахаром. Можно, конечно, сразу и с мукой, но почему их лучше взбивать отдельно, в смысле сахар с яйцами, потому что это более жидкая консистенция получается. Конечно же, намного проще взбивать в том, что жиже, чем сразу добавить муку. Можно добавить муку, тогда просто придется чуть дольше взбивать. Взбиваем до полного, а в общем-то даже можно и не совсем полного рассорения сахара и добавляем муку. Добавляем ее столько, чтобы по консистенции тесто вышло похожее на сметану. Ну, или тесто, которое вы бы приготовили для оладушек. Как вам удобнее. Да, и обязательно не забудьте его посолить. Хотя бы чуть-чуть соли. Здесь соль сыграет роль усилителя вкуса. И яблоки, они в пироге будут и более вкусными, и более ароматными, и более яблочными, если хотите. В общем-то, можно добавить даже больше соли, но это уже на любителя. Мне, например, нравится этот интересный яблочно-кисло-соленовато-сладкий вкус. Очень пикантно. Но, опять же, еще раз, на любителя. Теперь берем форму, обмазываем внутри ее маслом. В общем, неважно каким. Можно сливочным, можно маргарином, можно подсолнечным, можно оливковым, можно даже свиным жиром. Если у вас нормальный топленый свиной жир, он не даст никакого вкуса нашему блюду. И обсыпаем это все. Часто почему-то рекомендуется это сделать манкой, но я бы как раз манкой не рекомендовал. То есть, если вы берете манку мягких сортов, еще полбеды. Если вы берете твердую манку, пирог у нас не будет запекаться слишком долго. И велика вероятность, что она не успеет разбухнуть. И в итоге у нас на корочке пирога будут вот такие какие-то полупесочные, полухрустящие, непонятные вещи, которые никак не улучшат настроение кушающего. Я готовлю просто вкусно. А так как пирог у нас все-таки будет выпекаться совсем недолго, то, в общем-то, здесь вполне уместны обычные парнировочные сухари. То есть, обмазали, засыпали туда сухари, вот так вот все перемешали, излишки выкинули. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для одной простой вещи. Для того, чтобы пирог у нас не прилип к стенкам и к дну формы. Чтобы мы его могли вытащить, не развалив. Теперь заливаем где-то четверть, ну, может быть, треть нашего теста, кладем туда яблоки и заливаем сверху остальным. Если вы хотите получить более равномерный, если вы хотите в итоге получить более сухой пирог, то лучше сделать это чуть по-другому. То сначала просто засыпьте яблоки в тесто, перемешайте их, а потом уже все это заливайте в форму. Но я буду делать совершенно другой. Я буду делать вот такой, вот знаете, полупудинговый. То есть, с недоваренной внутри начинкой. Ну, вот знаете, как классический шоколадный маффин, когда его разрезаешь, а из него шоколад вытекает. Ну, все. Теперь нашу готовую форму засовываем в духовку градусов на 180, минут на 30, на 40. То есть, ориентируемся по цвету верхней крышки. Ну, если у вас прозрачная форма, вы можете видеть и бок, и даже дно. То есть, если у нас верх стал уже достаточно темно-коричневым, а бок еще совершенно белый, ну, скорее всего, мы или высоко поставили пирог, или дали слишком большой температурный режим, слишком высокую температуру. То есть, все это вполне можно корректировать во время приготовления. Если у вас, например, форма непрозрачная, тоже никаких проблем. Самое лучшее здесь ориентироваться по запаху. То есть, когда пошел запах, от которого у вас идут слюнки, все, пирог готов. Также можно, например, использовать зубочистку, то есть, воткнув ее, прокрутив, вытащив, посмотрев, что на нее прилипло. Нет, ну, тоже достаточно классичный вариант определения пропекаемости, пропеченности пирогов. В общем-то, по классике берется более широкая и более низкая форма. Тогда, разумеется, он пропекается намного быстрее. Но мне хотелось сделать именно вот такой. После того, как наш пирог испечется, вытаскиваем его и даем ему немножко остыть. Не надо его оставлять в форме до полного остывания. То есть, надо, чтобы форма остыла настолько, чтобы не отжигала нам руки. Если вы его оставите там остывать надолго, то, ну, то есть, кумулятивный эффект работает. И даже после того, как вы вытащили пирог, он еще внутри пропекается. То есть, процессы идут. Яблоки стали теплые, и яблоки постоянно сейчас выделяют сок. И этому соку, по существу, некуда деваться. Потому что сверху у него достаточно твердая корочка, которая с трудом пропускает влагу. А ни сбоку, ни снизу выйти не может, потому что он лежит в форме. Поэтому лучше вытаскивать этот пирог еще теплым. Но если вы попытаетесь вытащить его сразу горячим, то есть, сразу вытащив из духовки, ну, во-первых, вы обожжете руки, оно вам надо. Во-вторых, все-таки, когда пирог горячий, он еще очень рыхлый. То есть, дайте ему немножко затвердеть, дайте ему стать более цельным. Теперь его достаем. И классический, и советский пирог можно кушать как холодный, так и теплый. Я лично предпочитаю теплый. Ну, во-первых, потому что он очень хорошо пахнет. Он вкусный, теплый. И я его только испек. Зачем? Зачем мне ждать? Если я его не съем весь, я наслажусь еще и холодным вариантом. Я хорошо готов. Разрезаем. И вот здесь, посмотрите, как вот вытекает вот этот вот подливка, сироп. И по вкусу это уже не сырое тесто. То есть, оно прошло термообработку просто не настолько сильную, чтобы успеть затвердеть. Это уже более на пудинг похоже. И к тому же, это вот, это вот, вот это вкуснотища, она где-то, как минимум наполовину уже разбавлена яблочным соком. То есть, мне такой вариант очень нравится. Но если вы хотите сухой, то никто не мешает вам сделать или температуру поменьше и испечь это подольше, или взять более плоскую форму, или применить и то, и то. Делайте, как вам нравится. Но попробуйте хоть раз сделать именно так, как делаю я. Вы не пожалеете. А ваши родные и ваши близкие, они скажут вам большое спасибо. Так что, делайте, как вам больше нравится, но готовьте с удовольствием, а кушайте с аппетитом. И на этом у меня сегодня все. Всем пока и боже. Ну почему я так прекрасно пеку? А? Потому что я люблю поесть. Олаф жрет. Олаф жрет.